Сцепка на ней, ну, оставляет желать лучшего. То есть, если посмотреть, то увидите люфты. Ну, это откровенное говно. Днище, скажем так. Вот. Вы можете видеть, как эта унылая какашка себя видит. Вот это вот тоже ушло. В общем, все. Соединение получилось на славу. Люфтов, ну, нет вообще. То есть, ничего не люфтит. Немножко вот как профиль играет. Профиль-то тоже детский длинный. Всем привет, дорогие подписчики. И гости канала просто прошедшие, проходящие мимо. Решил отдалиться от темы ремонта. И показать, как сделать сцепку на мотоблок путевую. Была куплена тележка. Когда-то вот. И сцепка на ней, ну, оставляет желать лучшего. То есть, если посмотреть, то видите, люфты. Ну, это откровенное говно. Днище, скажем так. Вот. Сейчас я разберу и покажу, на что я ее буду менять. Вот так вот. Он не рулит. Вообще просто. Очень плохо. Крутится, двигается. Вот это. В этом соединении все закусывает. Остается перекос. И все. Все жалтай-болтай. И не крутится ни хрена. Рулев-то. Вообще невозможно. И ехать одной рукой бесполезно. Ну, вот я разобрал ее. Вы можете видеть, как эта унылая какашка себя ведет, да? Сейчас я вам покажу причину этого. Вот так вот. Сызного. Даже не втулка здесь сделанная. Вот. Изготовителем. Вот это вот. Тот шуфло. Вот. Ну, я не знаю. Просто убожество. Вот. А менять мы ее будем вот на такую штуку. Вот. Была изготовлена новая сцепка. Если быть точным, это две двадцатки сваренные воедино. Вот. Ну, просто сороковой плиты не нашел. Вырезал кусок. 130 на 65, по-моему, да? Чтобы он точно вставал вот в этот профиль. Приварил к нему фланец. Фланец приварил. Немного со смещением. В сторону. Вот. Чтобы... Как вам сказать? Сейчас покажу. Вот так вот он ниже у меня. Как вы можете заметить. А вот так вот он задирается выше. С разницей это где-то в два сантиметра будет. Ну, мало ли. Там колеса другие поставишь, да? Вот такие, например. Или еще чего-нибудь. Ну, не в суть. Вот. Был приварен фланец. Газоновский. Вот. От газа. Так. Потом. Это была газоновская крестовина. Один конец отпиленный. Другой надет. Знакомый токарь изготовил. Сам токарь. Вот. Но нет возможности. Нет станка. Вот. Изготовил у меня вал, который одевается на вторую, на противоположную часть крестовины. Приварено. Все. Теперь это все четко, жестко. Все намазано. Все промазано. Вот. Получилась вот такая балда. Вот. Сейчас что требуется. Сейчас мы отрезаем вот эту не до конца. Ну, вымерю сейчас. Вот. Будет приварена втулка. И все. Мажем, собираем. Красим еще сначала. Вот. Потом мажем и собираем. Погнали. Ну вот, друзья. Путем недолгих вычислений было высчитано, сколько надо отрезать вот этой старой втулки, так сказать. Потому что это тоже не втулка. Это как на вот на этом пальце. Такое же дерьмо обвернутое вокруг пальца, да. И прихвачено, приварено. Нет, приварено это нормально. Вот. Сейчас мы привариваем втулку. Все. Красим. И собираем. И наслаждаемся, я думаю. Не знаю. Хотел уазовскую. Потому что, ну, многие и многие ставят. Вот. Уазовскую крестовину. Ну, показалось мне, она тощей. Плюс вариации свыше-ниже уже не будет. Такое. Тут я опустил. Вот. Кстати, вот. Распорные болты. То есть, палец ставил с обоих сторон. Развел и подвел их. Вот они упираются. Все. Ничего тут умного. И, как сказать, высокотехнологичного нет. Вот. Все. Варим. Вот. Вот так временно. Закрепляем ее. Прихватываем. С четырех сторон. Не знаю. Сварщик из меня. Ну. Увольте. Вот. Ну, попробую. Че. Пробуем. Ребята. Сварочная работа подходит к концу. Хочу сразу сказать. Я далеко не сварщик. Вот. Варю как могу. Просто знаю. Люди найдутся такие, которые скажут. О-о-о. Да ты варить, братан. Не умеешь вообще. Дело в том, что на даче отключается постоянно автомобиль. Вот. Напрямую мне делать там ничего не хочется. Вот. Сварка берет свое и как бы. Вот. Бегаю. Три сантиметра проварил. Бежал. Ждешь. Вот. Просто это. Не знаю, как сказать. Ну, ты. Красочка уже почти подсохла. Вот. Такие вот пироги у нас получаются. Сейчас. Еще минут 15-20. Все собираю. И пробуем, ребят. Пробуем. Ну, друзья. Помазал все графитной смазочкой. То есть без люфтов, без ничего. Здесь у меня получилось. Одну гайку накрутил. Типа шайба скольжения. Конечно, здесь подшипник не помешал бы. Ну, не такое здесь и вращение сильное. Скорее всего, качение. Законтрил второй гайкой. Все. Сейчас сцепка с мотоблоком. Вот. Все. И пробуем. В общем, все. Соединение получилось на славу. Люфтов. Ну, нет вообще. То есть ничего не люфтит. Немножко вот как профиль играет. Профиль-то тоже детский, блин. Вот. Все крутится. Ну, и, конечно, сейчас будут испытания. Ну, не читал вот этому убожеству конструкции. Вот. Вот так вот. Ну, вот, друзья. Проселочная дорога. Маневренность великолепная. Крутится во все стороны вообще легко. Сейчас выйду на асфальт. Посмотрим, что там. То есть я сейчас еду, уже не напрягает. Вы уйти у меня. Он рулит прям. Блин, красота. Рыду на асфальт, попробую. Ну, вот, уважаемые. Вот. Недолгожданный асфальт. Рулится все одной рукой. Даже страшно. Детит быстро. В общем, вот. Нормально. Отправляемый стал, не знаю, в два, в три раза лучше, наверное. В итоге подведу около гаража. Итак, ребят. Подводим итог. Итог таков, что конструкция довольно-таки надежная. Люфты все пропали. Все прям вообще без люфтов. Вообще без ничего. Так вот, если что, амортизирует сама вот это. Сам профиль. Управляемость не в два больше, чем в два раза стал лучше. Вот. Надежность. Говорил, не говорил. Вот. В общем, мне нравится. Легкость. Повороты стало гораздо лучше. Вообще он прям сказочно. На асфальте чуть-чуть потуже. А по проселочной дороге он рубит вообще прям. Не знаю, как. Вон как Мазда. Так вот. Ну, на этом, наверное, все. Конструируйте, делайте. Рад буду. Если кому-то мое видео пригодится, понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Серега. Все, пока. Всем добра. Спасибо. И заходи. Если что. И за лайк. И за подписку. Спасибо.